Я это всегда напоминаю тем, кто говорит, что у нас нет надежды. У нас она есть. И надежда в том, чтобы все четко проговорить. Сегодняшняя ситуация чревата просто развалом страны. Я это обосную. Это не просто болтовня. Я это обосную. Значит, смотрите, по периметру идут вот эти вот так называемые революции цветного характера, которые останавливаются только при участии ОДКБ. А если ОДКБ не участвует, то они оказываются успешными, как правило. Вопрос. А как сделать, чтобы вот эта огромная масса людей вышла на улицу? Всем платить не бывает. Столько не найдется, да и не получится чисто технически. Поэтому главное это в голову врубить некий мем. Мем. Фраза, которую логически в этой фразе 3 или 4 бессмыслица, или даже можно друг другу там внутри все противоречить может. Но если тебя не учили, тебе важно, что этот мем поддерживают твои братья-сестры, там эти самые рядом стоящие в этой толпе. Поэтому толпу дебилов проще поднять на такое движение, чем толпу школьников, которые знают просто предметы. Вот. И это аксиома. Вот и все. Я не готов там, ну грубо говоря, там если кто-то придет, скажет, нет, нет, наоборот, толпу дебилов легче, гораздо легче держать в стойле. Вред. Если вы отличаете весь интернет в стране и все вещание отовсюду, может быть можно это обсудить, но я думаю, что это технически невозможно. Толпу дебилов проще управлять. Проблема заключается в том, что дебилы управлять сами не могут. И мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас уже, ну, замминистра, они не понимают смысла собственных слов. Вот я в доме слушаю людей, они не понимают вопросов. Когда министры не понимают смысла своих ответов. Министр финансового Силуанова спрашивает, а чего вы такие дурацкие налоги вводите? Знаете, что отвечает министр финансового Силуанова? Цитирую близко к тексту. Когда мы тут с предпринимателями посоветовались, они вам сказали, что вы должны ввести такие налоги. Вы что, будете возражать против предпринимателей? Ну, понятно, что он посоветовался с олигархами, которых он тактично называет предпринимателями. Это тоже все было в телевизоре. Он даже не понимает, он не понимает, что управление государством это его функция, а не функция олигархов. Вот такие люди управлять не способны примерно ничем. Поэтому любое внешнее управляющее воздействие, которое проводили люди, которые учились в нормальной школе, они будут хозяевами любой толпы. Ну да. Теперь, значит, соответственно, ответ очень простой. Учите детей нормально и добротно в школе. Тогда вот эти атаки будут нам не страшны, нам не нужно даже интернет отключать. Но если мы говорим об обучении детей нормально предметом в школе, то нужно, чтобы учителя просто были физически, хотя бы существовали. Но сегодня у нас нехватка учительских позиций очень большая.